Александра Островского называли основоположником национального театра. Он сочинил 47 пьес, а также выступал и защищал авторские права драматургов. Произведения составляют основу театрального репертуара России, а созданные им образы, лицемеры, жадные купцы, чиновники, помещики, богомольцы и служанки стали отражением так хорошо знакомых всем типажей. В научной библиотеке Николая Лобачевского, а именно в отделе рукописей и редких книг научной библиотеки Николая Лобачевского хранятся раритеты Островского. Например, нам предоставили сочинение Островского, которое было выпущено в Санкт-Петербурге в 1859 году. Стоит отметить, что в этом сочинении опубликованы такие известные произведения, как «Гроза» и «Бесприданница». Помимо этого, нам предоставили следующее произведение, которое называется «В портретах и иллюстрациях. Пособие для учителей». Оно было выпущено Государственным учебно-педагогическим издательством Министерства просвещения РСФСР в 1949 году. Однажды Александр прочел одну из пьес своим гостям, среди которых был уважаемый профессор. Академик был так впечатлен произведением, что назвал Островского новым драматическим светилом в отечественной литературе. Удивительно, но, к примеру, «Бесприданницы» зритель встретил прохладно. В «Русских ведомостях» опубликовали нелестную рецензию, в которой говорилось, что Островский утомил даже самую наивную публику. Сам автор объяснил неудачу тем, что произведение несколько опередило время. Основным акцентом он хотел сделать не действие, а характер главной героини. В Казани очень ценили Островского. Пьесы драматурга не раз ставили на казанской сцене. За всю творческую биографию драматург написал более 50 пьес и сделал массу переводов зарубежных классических произведений. Самые известные работы автора – это «Женисьба Бальзаминова», «Бесприданницы», «Гроза», «Снегурочка». Писатель жил литературой, театральной работой и любовью к Отечеству. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин, Универньюз.